День добрый, на связи Амкабаски, и сегодня мы продолжим с вами. Проходите, конечно, Team Racing, это 60-я часть, и сегодня мы пройдем синий турнир и откроем комода Джо в качестве играбельного персонажа. Все ближе и ближе мы с вами к концу игры, 90% уже пройдено, сейчас будет 91. Хорошая игрушка. Что-то как-то они на спидах, по-моему, стартуют. Летый игрочек погладивает. Хм, конечно. Хм, где у маски подряд это сильно. Ха-ха. О. Не знаю, пока придержу. Не буду отвратить. Она его гарантированно долбанет. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Думаешь, самый крутой? Не, он под конец мочканул. Если... Тогда он наглая. О, спасибо. Кура хочет лидера. Да е-мое. Ва! Так-то конец уже, ничего. Пора их выключить. Думал, пока еще нет. А уже можно. Ха-ха-ха. Двойная подлянка. А-а-а! Я же забыл про нее. Уже близко. Скотина. Нет. Пропустите броску. Мы же можем проиграть. О. Еще не победа. Знаю. А вот уже победа. Ух, а вот это реально было подно. Тут усложняется постепенно. С каждым новым уровнем все жестче и жестче. Опять Кока в фаворитах. Ну что такое? В прошлой части у нас Кока всегда вторые места занимала. Не, ну Кока очень сбалансированный персонаж здесь. Возможно из-за этого. Либо разработчики просто ее любят. Что тоже не исключено. Ох, е-мое. Я помню, как на этом уровне мучился с получением платин. Это был пипец какой-то. Ох, ладно. Аж сердце закололо, да, при воспоминаниях. Ой. Причем я его в самом начале делал. Один из первых. Ну тут нам так мучиться не придется. Не надо туда прыгать. Чего? Что? Не, мне нравится, что... Кока, я тебя убью сейчас. Тут нельзя убивать. Тогда... Сделаю что-нибудь неприличное. Например. Я не буду это обсуждать. Кстати, почему нас не предупредили? Нас должны были предупредить, что летит ракета. Предупреждений не было. Что? Реально какая-то дичь. Да не надо туда пытаться заехать. Туда хрен попадешь. Ну, кстати, если туда попасть, то сильно облегчим себе задачу. Давай ехай. Ускорителям полную мощность. Ускорителям полную мощность. Да не попадешь ты. Угу. Блин, ну еще... Все ускорение засрали. С прыжка. Вот это ракета. На. Пока выключена. Нет, найдется новый умник, который будет нас обгонять, получит ракеты по лбу. Что ты думаешь, что в сказку попал? Не, она в какой-то серии. Сказочной серии, грубо говоря. Но все-таки... А он сказочный-то, да... Долбоящер, да? Долбоящер. Такой логики. Визит. Пура хочет в победителя. Ну, пусть хочет. Хотеть не вредно. Ну, это тоже спорный вопрос. Ой, рудники. Помню, как тут махался. Хотя, знаете, прошли как-то... с косяками ее, но прошли. Крузочек тут прикольный, но когда на платьину играешь, он раздражает начинает вот это. Та-дам-дам! Как же бездинамита в шафте. пробка интересов а как так кстати здесь соблюдается то правило про которое говорил в прошлом и позапрошлой части насчет того что было бы неплохо добавить для открывания персонажа уровень на котором ты с ним соревнуешься уже близко этот тент очень порокационный стоит можно наехать надо ну задолбали ну третий раз ракеты мочите ну блин это несерьезно тем более когда уже надпись последние вот почему он куда я почему сейчас он не долбанул ракеты нас то долбанули конечно он играем немножечко дискриминирует игрока мы за это будем криминировать мы уже инкриминировали дискриминацию игра слов вторая дубная назад не нажал ладно уже конец вряд ли какая-то хрень случится тем не менее она сейчас случится нет что-то надо что-то по доброму молодец ну все здесь без вариантов на этот раз уже кокос пуры зарубились и в итоге не они и не они а мы победили ну и последний уровень он будет какой а тут реально можно сердечный приступ от одной надписи схватить не осадили уровень прикольный так махался на нем представляете трое или четыре суток чтобы убить плотину вот этот вот был пример этого ускорения особо давай еще таки нам тут тоже есть ай я не пользуюсь Хе-хе-хе-хе. Так никто их и не подобрал. Ха, хоть подобрал. Ко-ко. Зачем? Ну ладно, всё, мы кто-то. А, ну я смотрю, мы тут конкретно уже оторвались. Ты, конечно, знаешь, что надо расслабляться и ещё что-то взять. Вот так вот частенько у меня было в попытке получить платину. Я пытался в неё попасть, чтобы лишние там сотни секунды, миллисекунды сэкономить, а в итоге получалось, что прилетал ящик по голове, хотя мы уже там вроде как проехали. И было очень неприятно. Чё, чё, они уже так дали нас? Я просто не смотрел на радар, как это произошло. Это не ТП хало? Там один вообще кто-то аутирует. Я смотрю, в конце едет. Мы его скоро догоним. Кто там под зелёным цветом? Кто такой умный? Дайте угадаю. Один годил? Не, он чуть-чуть догонялся. Слишком быстро на этот раз погнал. Мне так хочется туда вправо заехать, собрать ящики, но их там нет. Ха-ха! Хорошо, что ящики. Изя-пизя. Итого у нас очков 26, у Пуры 16, у Кока 14, у Тигра 7, у Крэша 3. Остальные по нулям. Я так и не глянул, кто там был последний-то. Напишите в комментариях, кто там был. Там вроде на стоп-кадре поймать можно. На уровне джима. Ха-ха-ха-ха. Поздравляю! Ты заработал джим! Джим... Не перестаю сжать с этого произношения. Потом окажется, что оно правильное, да? Сейчас посмотрим на... Нашего открытого нового играбельного персонажа. Комода Джо. Ну да, весело. Просто у него губы ни в чем не испачканы. Подписываемся на канал, ставим лайки, включаем уведомления. Увидимся с вами в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok